Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители телеканала «Дель Европа» Онлайн. У меня в гостях Резван Гусинов, известный историк и эксперт из Азербайджана. Здравствуйте, Резван. Здравствуйте, Михаил. Приветствую тебя и наших уважаемых зрителей. Спасибо большое, Резван. Друзья, пожалуйста, оставайтесь с каналом, поскольку у меня был депутат парламента Молдова Азун Антой из правящей партии «Действие и справедливость» Майя Санду. Дальше у меня будет завтра Анатол Салару, бывший министр обороны Молдовы. Будем говорить о ситуации, происходящей в Молдове. Будет еще несколько интересных гостей из Молдовы, поэтому следите обязательно за тем, что происходит. Вообще планируется интересная сетка гостей, неожиданных, поэтому, пожалуйста, следите за каналом. Ну что ж, Резван, огромное спасибо. Я вас поздравляю с тем, что вы получили отличительный знак от президента Эрдогана. Я был вам признателен, если вы начнете с этого. То есть с чем было связано вот это вот событие. И, собственно, еще раз вас поздравляю, пожалуйста. Спасибо, Михаил. Ты всегда внимателен, тактичен. Это был визит. У нас есть национальные герои. В основном они все погибшие, но есть несколько национальных героев. Первый и Второй Карабахской войны. И среди них Иббат Гусейнов, он мой близкий друг. Он также имеет статус национальный герой тюркского мира. Есть такой статус. Поэтому в честь его открываются в Турции парки, улицы, проспекты, в Анкаре, в других городах. Ну и в этот раз тоже было подобного рода мероприятие. Открывался проспект в городе Афьон-Карахисар. И было очень приятно, что принимал участие. И он с собой привез от президента Турции именные подарки с его инициалами. Ну вот, как говорится, мне тоже досталось. Так что есть вот такая глубина дружеского взаимодействия между Азербайджаном и Турцией. У нас общий герой, у нас общие цели и, как говорится, общая стратегия. Вот как-то вот так. Ну что же, помимо того, что общая цель есть у Азербайджана и Турции, как я понимаю, есть теперь и общая цель у Азербайджана и Армении. Это возвращение азербайджанцев в Западный Азербайджан, то есть в современную территорию Армении. Напомню, организация выходцев Западного Азербайджана обратилась к Мили Меджилису с просьбой создать соответствующую инициативу внутри парламента, то есть легитимизировать усилия выходцев из Западного Азербайджана по возвращению на свою историческую родину. Была создана следующая парламентская группа по возвращению выходцев из Западного Азербайджана к себе домой. Так вот она была создана в парламенте. Ну, собственно, об этом давно предупреждали. Предупреждали в свете отказа Армении ликвидировать так называемую Нагорно-Карабахскую республику, сепаратистское образование, которое имеет свой центр в Ереване, свой то, что называется Headquarters, то есть место, где она функционирует. Это незаконно-карабахская республика. Представительство, да, Headquarters. Вот, собственно, это то, о чем вы говорили. То есть вот этот каток, он медленно идет, 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 и теперь, собственно, уже назад отмотать не получится. Правильно я понимаю? Ну, скорее всего, опять так и получается, что за 4 года армянская сторона так и не сделала никаких выводов из всего, что произошло. Ну, а может быть, именно этим путем, путем такого сопротивления показного, Армения в итоге соглашается со всем. То есть открыто она не может согласиться. Неизбежно, я неоднократно говорил, что неизбежно разблокировка из Ангизурской дороги, кто бы что ни говорил там, и кто бы за что ни наступал. Она, я извиняюсь, давно продана. Хороший смысл слова. Покупатели есть. И даже США, и все страны, которые пытаются якобы показать, что они против, в основном они просто борются за контроль. То есть нет такого, что какая-то из стран против Зангизурской дороги. Просто идет борьба за то, кто будет ее контролировать. Ну, а если Зангизурская дорога, то неотъемлемым становится, конечно же, возвращение азербайджанцев на свои искренние территории. Они имеют такое же право, как и армянская сторона. Поэтому, да, этот вопрос медленно, поэтапно, но верно будет решаться. То есть правильно ли я вас понимаю, Резван, что сейчас самая, скажем, главная цель Баку, это на претензию западных структур, на претензию Армении о, скажем, о том, что территорию Карабаха покинули 100 тысяч армян, подвигать встречную претензию, значит, о необходимости возвращения азербайджанцев на территорию современной Армении, то, что Азербайджан называет западным Азербайджаном. То есть фактически речь идет о нулевом варианте, когда Армения, если она хочет возвращения армян в Карабах, должна, соответственно, принять азербайджанцев у себя дома. Однозначно. Единственная разница в чем? Армянская сторона делает все для того, чтобы не пустить карабахцев обратно, а азербайджанская сторона по инициативе азербайджанцев, которых хотят вернуться, делает все для того, чтобы это произошло. И я думаю, это очень важная веха. Итог будет такой. Меня не сомневаюсь, что поэтапно азербайджанцы будут возвращаться. Я не знаю, армяне захотят вернуться, насколько их слова совпадают с их действиями. Азербайджанцы готовы жить по законам Армении, под флагом, скажем так, Армении, в отличие от карабахских армян, которые какие-то претензии имеют. Если нет, пожалуйста, добро пожаловать. Как мы неоднократно говорили, есть государственный сайт, где можно зарегистрироваться и затем получить возможность вернуться и жить в Азербайджане. Без вам. Саммит БРИКС, который проходит в Казани, он уже вызвал определенную скандальность. Например, украинский МИД резко отреагировал на участие господина Гутерриша, генерального секретаря ООН, в саммите БРИКС, потому что он не переехал на саммит мира, который организовал президент Украины Лазин Саня Зеленский. То есть, по сути, мы видим полную легитимацию Владимира Путина со стороны, скажем, лидеров разных стран, отнюдь не только Центральная Азия, а вообще постсоветского пространства, а и стран Ближнего Востока. И в целом ООН распроезжает генсек ООН. Что в БРИКСе интересует Азербайджан? Так, собственно, с чем президент Алиев приехал на этот саммит. И самое главное, почему Казахстан, на ваш взгляд, отказывается присоединяться к БРИКСу? Ну, значит, для Азербайджана интересно, как транспортные возможности, транзитные возможности стран БРИКС. В первую очередь, это Россия, это Китай, это Индия, Иран, это глобальный юг. Ну и, естественно, эти страны богаты ресурсами. И соседние с Азербайджаном, то есть фактически страны БРИКС, я имею в виду. Пока Иран еще не вступил полностью, но Россия – часть стран, как я сказал, глобального юга. Турция имеет большой интерес. Поэтому в этом контексте, как континентальное государство, а мы глубоко континентальное государство, вполне логично, что мы хотим развивать отношения со своими соседями. И в этом есть логика участия Азербайджана. Что касается Казахстана, то у него некая особая позиция, и это тоже интересно. Казахстан на данном этапе старается немного абстрагироваться от Китая, немного воздерживаться стороной, стоять от России, потому что как между молотом и наковальней. Если Китай выберет кого-то из двух, то все равно будет прессинг. Поэтому в этой ситуации наиболее мудрая позиция, как говорится, не выбирать никого, придерживаться нейтралитета. И на данном этапе пока что это самая умная, самая мудрая позиция. Недавно между, скажем так, Киевом и БК разразился небольшой скандал. Ну, то есть как, его в Киеве не так уж сильно бы комментируют, но в Азербайджане в прессе появляются то и дело разные статьи, связанные с Азербайджаном, украинскими отношениями и, зная, как функционирует Азербайджан, я понимаю, что это вот некие сигналы. То есть, с одной стороны, есть экономическое взаимодействие. Вот недавно крупный азербайджанский предприниматель купил очень крупное, ключевое украинское предприятие. И понятно, что такое событие не могло пройти мимо президента Азербайджана. Это, по-моему, все понимают. Но, с другой стороны, есть некоторые проблемы, связанные с взаимодействием. В частности, Всеволод Чинцов, посол Украины в Европейском Союзе, он в интервью изданию Политико заявил, что партнеры должны четко заявить, что если там, то есть, на саммите КОП-29 в Баку будет Путин, то они точно не приедут. Это вызвало, значит, резко негативную реакцию со стороны Баку. Значит, суть в том, что Украина, значит, должна уважать национальные интересы своих партнеров. То есть, ну, собственно, в Украину приезжал же премьер-министр Армении, когда Армения была, значит, государством-оккупантом и оккупировала Карабах. И Азербайджан не, скажем, не посылал в Украину ноту протеста, да, вот с несогласием визита премьер-министра Армении в Украину. Вот как вы воспринимаете вот этот вот, ну, я не сказал бы даже кризис, да, но эту такую, может быть, пикировку двух стран. Как вы это воспринимаете? К сожалению, это уже не первый раз. И знаете, что получается? Поскольку Украина очень серьезно зависит от западной поддержки, военно-технической и другой, политической, Запад, некоторые страны и политические центры злоупотребляют этим во время национальных интересов Украины. Ну, ясно же, никто же нигде не говорил, что Путин приедет на КОП. Зачем нужно было поднимать тему того, чего нет? Да, то есть напрягать там, где и так нет напряженности. Поэтому, к сожалению, некоторые украинские чиновники получаются, что больше евро-чиновники или, я не знаю, представители Госдепа США, чем... Ну, я понимаю, что это, конечно, не может навредить украинско-азербайджанским отношениям, но все равно это вызывает серьезный вопрос к субъектности Украины, к субъектности ее, потому что это ни в коем образом не повышает ее статус, на субъектность и вредит фактически ее национальный интерес. Резван, и на завершение я вам задам вопрос, который касается Молдовы. Вы знаете, я смотрю на то, что происходит в Молдове, обсуждаю с гостями, и я себя поймал на мысли, что Украина и Молдова на самом деле очень похожи. В то же время Украина и Азербайджан, то есть расстояние между Украиной и Азербайджаном политическое, оно намного больше, чем между Украиной и Молдовой. Я говорю даже не про политическую систему, а про внутриполитический дискурс. Собственно, вот как вы оцениваете то, что сейчас происходит в Молдове, и насколько корректен дискурс, когда, по сути, сторонники европейской интеграции в Молдове, они не называют противников евроинтеграции в Молдове ватой. Это непопулярное так сказать слово, но они называют их, скажем, не то чтобы советчинами, в том смысле, что они советские люди, но людьми, которые не понимают, людьми, которые не догоняют, людьми, которые зависимы от Москвы, что там эти голоса купил Илон Шор, 300 тысяч голосов в Молдове, что, по сути говоря, это люди, которые выступают за зависимость от государства агрессора России, это люди, которые, по сути дела, они не понимают, куда должны двигаться в Молдову. Не пугает ли вас, скажем так, подобный дискурс, когда, во-первых, внешнеполитические вопросы, они становятся частью внутриполитической борьбы, а во-вторых, когда фактически одна часть общества канцелит другую по внешнеполитическому вопросу? В Молдове ситуация очень сложная и для того, чтобы повысить, как я всегда говорю, свой субъект, нужно иметь свободную экономику, ресурсы, природные ресурсы, географическое положение. К сожалению, в советское время и географические с Молдовой обошлись несправедливо, фактически решив его выхода на Черное море. И неоднозначное отношение было, мягко говоря, недружелюбное, поскольку считалось, что Молдоване и Румыне, фактически, не друзья. Советскому режиму. То же самое я могу сказать о том, что к азербайджанцам так относились, потому что значительный час азербайджанцев живет в Иране, а Иран вовсе не дружеская страна была. Поэтому в чем-то есть параллели. Но в Молдове все-таки есть своя особенность. Я думаю, что, к сожалению, можно понять, конечно, тех, кто скептический, евроскептики, как их называют, можно понять тех, кто за Европу. Но пока что экономически Молдова полностью не может зависеть сама от себя. Даже есть некоторые вопросы, если не ошибаюсь, я небольшой специалист, по энергообеспечению, если не ошибаюсь, Молдова зависит от Приднестровой. Так уж получилось. И не только по энергообеспечению. По некоторым вопросам важным от Румынии зависит, которая в Евросоюзе. И вот это приводит к тому, что молдовское общество как бы раздираемо между разными центрами, которые спонсируют, могут быть, конкретные политические партии, движения. И пока не произойдет консолидации, а я не знаю, как она может произойти, к сожалению, обычно консолидация происходит на фоне больших трагедий. Ну, как это было в Азербайджане и так далее. Поэтому особость ситуации в Молдове, она, наверное, нужно относиться с терпением. Да, Михаил, я так думаю, с терпением. Ну, Резван, не кажется ли вам, что, вот я вообще убежден, что сторонник всегда был европейской интеграции, но вот я в последнее время заметил, что тема европейской интеграции, она вот как бы, несмотря на то, что вот она вот блестит, европейская интеграция, европейское будущее, общая европейская семья, но куда ни посмотри, она вот в какой-то степени раскалывает. Но посмотрите вот в Грузии, что происходит. Вот тема европейской интеграции, она стала, значит, рубиконом внутриполитического процесса. Президент Зарубишвили, непонятно почему, становится на сторону оппозиции грузинской, хотя она президент всего грузинского народа. Вот мы видим сейчас в Молдове, ну, по сути дела, там Майя Санду, как президент, становится на стороне вот части молдавского общества, да, понимая, что Гагаузия против проголосовала в Приднестровье 35 процентов, везде, практически везде, за исключением диаспоры, это вызвало разлом общественного мнения, то ли вообще люди против проголосовали. То есть, не кажется ли вам, что, собственно, вот это восточное партнерство, из которого вовремя вышла Азербайджан, да, оно настолько неудачно, что оно просто привело к тому, что страны зависели ни туда, ни сюда, но при этом, значит, они оказались страны, зависимы от Брюсселя, ну, за исключением Азербайджана, конечно, который вовремя ушел. Ну, восточное партнерство, это неудачное продолжение такого неудачного проекта, как ГУАМ, давайте честно скажем, да, очередной, к сожалению, провальный проект, инициатива Европы, но ни к чему не привела, а поскольку Азербайджан всегда сторонник двухсторонних отношений, не внутри каких-то организаций, то мы и Узбекистан в свое время из ГУАМ ушел, и из восточного партнерства уже Азербайджан тоже, поскольку там элементарного понимания, хотя бы сочувствия азербайджанской проблеме, я имею в виду конфликта, оккупации нашей территории не было, ну, Молдова географически, как сказал, она находится в сложном таком регионе, и если что-то из Европы исходит, давление на Молдову, проблема в том, что Европа сама не является источником безопасности, Европа не может обеспечить себе безопасность, ей безопасность обеспечивает НАТО, поэтому какие-то менторским тоном о чем-то говорить только из-за того, что какие-то грантовые поддержки делает Европа, а фактически если мы говорим Брусссель, то это в основном Франция, то это, конечно же, путь в никуда, то есть фактически европейские структуры используют некие слабые моменты внутри молдавской ситуации политической и внешней для того, чтобы, я даже не могу понять, зачем это делать, какая польза, ведь Молдова не может быть серьезным противником, соперником, допустим, России, представлять какие-то проблемы, казалось бы, наиболее оптимально было, чтобы Молдова была неким островком стабильности порядка, но, видать, какие-то другие взгляды и аппетиты, к сожалению, у евро-чиновников по отношению к Молдовии, и выход из этой ситуации, наверное, все-таки единственный, кто мог бы помочь, Румыния, но и Румыния, как часть Европы, Евросоюза, она тоже скована в некоторых вопросах по рукам и ногам, может, в перспективе сотрудничества с Турцией могло бы в этих вопросах помочь когда-нибудь, но я, опять-таки, небольшой специалист, но в любом случае в этой ситуации для Молдовы было бы, наверное, более корректно, и это бы имело позитивное влияние на тот негативный фактор Гагаузии, который есть в Комрате, да, может, в этом измерении есть какой-то выход и экономическая в том числе польза для Молдовы. Резван, огромное вам спасибо за то, что вы, несмотря на свою усталость и плотную графику, нашли возможность дать интервью. Резван Гусейнов, известный азербайджанский историк, политический эксперт, был сегодня с нами. Еще раз мои поздравления за вот это, то, что называется decoration, да, на английском языке, то есть за ту вот награду, знак отличия, который вы получили от президента Эрдогана, зная турецко-азербайджанскую дружбу, это особенно почетно, подчеркивает вашу роль вот как специалиста в изучении тюркского мира и это очень важно в укреплении дружбы двух стран. Огромное спасибо, друзья, подписывайтесь на канал Резвана и, Резван, до новых встреч. Спасибо вам огромное. Спасибо, Викарий.